байл 5 килограмм будет стартовать в общей группе до решил тоже включится в борьбу не отставали не выделяться так скажем да да но у нас на помост выходит румына по стойчата 24 года этому спортсмену чемпион европы среди молодежи 2012 года 142 килограмма тогда покорились ему в рывке часто 140 стартует довольно неплохо он это делает уверенно размашисто и легко до виден запас но тем не менее пока он четвертый а четвертый он потому что чуть ранее завершились соревнования в группе b группа b это участники еще более слабый результат но тем не менее пока по итогам группы b первым идет эдуард савченко из украины 148 килограммов и по 140 килограммов подняли итальянец и грек ну как мы знаем не всегда это более слабые ребята выступающие в группе изначально подаются заявочные суммы как мы знаем и по результатам этих сумм формируются вот эти самые группы мы все хорошо помним что выигрывают медали на олимпиадах ребята выступающие из группы b и становятся даже чемпионами мира как мы помним в случае с нашим володи сморчковым да давно это было красиво тогда с мировыми рекордами прошелся в группе да мы видели александро гонсалеса неудачная у него первая попытка на 140 будет выходить снова а теперь так у нас грек вышел на помост и вот мы видели если я не ошибаюсь это был у нас собрались левого не сда да к сожалению после грандиозной дисквалификации греческой сборной не могут никак и не восстановиться выйти на прежний уровень раньше практически каждый чемпионат европы не обходился без медалей сейчас вот да я сейчас рассмотрел а второй человек который выводила грека это валерий с леонидис и валерий для нерада именитейший спортсмен который выступал в 90-е годы там начало двухтысячных все мы помним замечательное сражение на олимпиаде в атланте 96 года когда великий наим сульман аглы соревновался именно с этим человеком они такой спектакль до супер за хотели до последнего подхода держали интригу кто же станет олимпийским чемпионом но сейчас александро гонсалес из испании второй подход не поднимал он 140 на международных соревнованиях в анталии год назад 137 всего лишь мы видим и второй подход неудачен ну смотри гонсалес перезавел в большую сторону 5 килограмм и два раза уже не поднял начальный стартовый ну наверно погорячился он решил не выделяться малым стартовым весом и в другом моменте все-таки может выделиться не совсем хорошим тонис мартасидис вторая попытка помонисты нарки и помонии ну что ж справляется с волнением наверно в первую очередь грек уверенно легко даются ему 140 килограммов правда во второй попыточки уже так посмотрим кто же помимо хомякова какие веса заявил мартин разван 150 для старта и карапетян спортсмен из армении 152 а также сандр шпак из молдавии 150 то есть вот четыре спортсмена у которых самые большие заявки на первого подхода держи молодец молодец ушел от нулевого результата в третьей своей попытки все-таки справился с весом так ну судя по шумовому эффекту в зале кто-то из албанцев у нас сегодня будет не не сегодня а именно сейчас выражена море нара за албании 21 год не так много у него международных стартов а именно один замечен 2009 году на чемпионате европы юношей занял он третье место и выступал весовой категории до 69 килограмм когда ему покорились 110 смотри какой прогресс да здесь 145 но пока не поднимает смотри как албанцы продолжают удивлять в плохом правда смысле до своего болельщика какие-то максимальные веса для первых подходов вот вчера мы видели двое парней выступала не совсем и хорошо начинали румела бы гай только с третьего раза смогла справиться с начальным весом перегорели у нас самый опытный спортсмен дамьян куджин куджинский из польши 29 лет ему да пожалуй самый опытный самый возрастной 84 года рождения парень справляется с первой своей попыткой 145 довольно легко он показывает результат смотри пока это второе место после рывка то есть не могут они группу b еще обойти она спортсмен из румынии пауль стоечи чемпион европы среди молодежи 2012 года выступала до однажды и на взрослом чемпионате европы было в 2011 в казани занял седьмое место опять таки в более легком весе до 69 134 в рывке мы покорились сейчас мы видим 145 ну что же неплохо неплохо да ну потяжелее чем первая попытка пока он 3 ждем албании да так и есть гринаж шарай выходит ко второй своей попытки на помост и все те же 145 килограммов и мажет да сейчас опять ставить себя такое сложное положение финанс шарай нужно найти себе силы исправить довольно корявенькая техника конечно же вот здесь сбоку очень хорошо видно но я думаю что сказывается отсутствие международного опыта албансы в экстренном порядке наверно решили выставлять спортсмена и дома не каждый год проводятся соревнования а у нас грек заключительная третья попытка и те же 145 ну поднимал он и больше чемпионате мини европы среди юниоров 2012 году 146 ему покорялись антони су марта сидису 20 лет бог какая высоченная тяга не в лучшей форме подошел он к этим соревнованиям и всего лишь 140 и вот мы видим 7 результат текущая позиция такого да пока группа слабейших идет на первом месте момент истины для албанцев как-то уже и трибуны потише реагирует на появление своих спортсменов да ну что совершит подвиг 30 секунд остается у спортсмена чтобы выполнить подход дается одна минута уже вот осталось 20 секунд ухо тяжело ну знаешь такое ощущение что ничего похожего какой-то запредельный вверх до него да и к сожалению мы вынуждены признать что нулевой результат получается как а у нас албанец будет выполнять свой третий подход пауль стоит чита румын румын прошу прощения да на 148 и опять таки это результат не приносит ему пока первое место будем проигрывать эдуарду савченко который выступал в группе b показал результат именно такой же вот 148 килограммов и эдуард был легче как мы понимаем 5 секунд осталось выжидал до последнего исправился ну молодец легко работает хотя у меня вот небольшое впечатление такое создается что не до включаются немного руки у него да ну прибавил он своему лучшему достижению целых 6 килограмм хотя у сбоку вообще ничего не видно такого что мне показалось александра шпак на наших экранах и трехлетний спортсмен из молдавии бронзовый призер прошлогоднего чемпионата европы хотя завершил у нас неплохим результатом в рывке 153 килограмма но пока демян джинский из польши и 150 вес штанги как я понимаю личный рекорд ох потащила назад за голову штанга пытался спортсмен зафиксировать вес в седе но не получилось пока что нет личного рекорда и нету как мы понимаем смены лидера наших сегодняшних соревнований да ну еще одна попытка будет но был близок я думаю что исправит он эту ошибку поляки привезли резервный состав неплохо они выступили команда на олимпийских играх олимпийский чемпион категории до 85 килограммов поляков есть немножко думаю огорчились они выступлением марсина до леги приехал он роли явного лидера и не смог совладать с нервами не справился с начальным весом вот на ваших экранах федор михайлович касапу тот самый олимпийский чемпион 92 года который начинал свою карьеру еще в советском союзе выступал тогда еще за нашу страну можно сказать чемпион мира 90-го года в том числе ох как легко ну плодотворно плодотворно работают тренеры сборной молдавии видим мы спортсмены обладают хорошей техникой поднимает легко и вот александр шпак там подтверждение 151 и у нас новый лидер можно теперь сказать сегодняшних соревнований такой полу подсет довольно высоко работает спортсмен так а поляк у нас прибавил один килограмм чтобы наверное в первую очередь отдохнуть отдышаться от неудачной попытки но не всегда такие маневры приводят конечно к положительным результатам все-таки как-никак а увеличение веса штанги особенно когда работаешь на пределе это важно эй не что-то смотри опять потянуло назад и и он уже вроде бы начал вставать и она улетела у него вперед и весь четвертый результат думяна кучинский поторопился немного со вставанием из седа наверное все таки нужно было посидеть подождать успокоиться да ну а на наших экранах мартин разван спортсмен из румынии бронзовый призер олимпиады в лондоне весовой категории до 69 килограммов набрал он вес пришел более тяжелую весовую категорию на олимпиаде 152 зафиксировал в рывке сейчас с этого веса начинает но уже в более тяжелой для себя весовой категории да здесь мощнейший запас просматривается в припрыжку может быть даже где-то поскромничали поаккуратничали тренеры выпустив на всего лишь 153 но у марта на развана рывок коронное упражнение хотя и толчок тоже неплох но провок как-то поболее у нас спортсмены из армении андроник карапетян самый молодой парень выступающий сегодня до 17 лет ему всего-навсего но уже успел он получить несколько таких хороших китулов в 2012 году в кошице на чемпионате мира среди юношей занял он первое место обыграл россиянина артема ле флера ну вот мы видим борется на равных на взрослом чемпионате отправляется с весом 153 лучший результат у него 155 килограммов как раз 2012 году он его и показал последняя сэгнатель показывает нам повтор ну сборная армении привезла молодых спортсменов но не видели мы одного парня сегодня как раз это хомяков дмитрий который сейчас на наших экранах будет открывать для себя свои сегодняшние соревнования но уверен себе 155 было в заявке как мы видим именно такой вес сейчас устанавливают ассистенты 20 лет дмитрию хомякову родился будмуртии выступаясь в данный момент выступает за казань его хорошего для себя результат он начинает посмотрим ух ну неплохо справился с волнением наверное в первую очередь для себя себя начинал как-никак больше всех дополнительный груз ответственность какой-то лежал в любом случае на нем но неплохо и теперь нужно только продолжать борьбу с такими же хорошими результатами не ронять штангу в первую очередь александр шпак на наших экранах 2 его попытка 155 те же самые тоже справляется ну как мы обещали плотность да и обходит он на нашего диму поскольку несколько легче дмитрий хомяков самый тяжелый участник поэтому нужно будет поднимать как минимум на килограмм больше чем все остальные мартин разван чем ответит 156 смотри всего три килограмма хотя прослеживалась такой легкость ну да здесь решили тренеры не раскидываться большими заявками большими килограммами и аккуратненькими шажками идут и захватывают лидерство промежуточные пока что в свои руки ну как легко он это делает туда до очередная смена лидера 156 килограммов таков результат мартина развана и у него есть еще одна попытка я думаю что здесь ожидать от мартина можно чего угодно он может прибавить очень много до 157 на штанге и спортсмен за армении андроник карапетян выполнять свой второй подход тоже чуть-чуть добавляет я думаю олегу хобяков просто дмитрию хомякову тоже не стоит добавляет слишком много все таки надо не давать соперникам шансов таких легко справляется еще один подход запасе александр шпак третье его появление на помосте и и 157 килограммов будет пытаться он зафиксировать именно этот вес удачно он это делает и становится лидером наших соревнований обходит он первую очередь андраника наверное по легкости собственного веса ну андрей карапетяна есть еще одна попытка а у александра шпака и и попыток больше нет все три подхода успешные вот к сожалению вынужден я констатировать очередной день комментария на тяжелой атлетике сопровождается неработающим онлайн табло не видим мы сколько заявил наш дима для второй своей попытки а он иван появилась стоило тебе сказать сразу 160 заявленный вес у дмитрия хомякова мартин разван пока 157 стоит но вот видимо с как раз и будет перезаявка мы за я большую сторону наверняка да но уж больно легко поднимает мартин сегодня у нас остается попытка у адраник карапетяна одна попытка у мартина развана и две попытки у дмитрия хомякова ну что ж только что мы видели текущее расположение спортсменов я лишь успел выхватить момент что наш дима пока что на четвертом месте с результатом 155 и у него две попытки небольшая заминочка у нас как мы видим небольшой такой ляп вот организаторов сегодняшних соревнований какая-то пауза нависла над помостом соревновательным 160 останавливают 160 килограммов решил мартин разван куда идти ну получается дмитрий хомяков у него это вторая попытка 160 должен идти он да уж слишком большая пауза порядка трех минут чего не должно быть спортсмены не должны остывать ну в целом организация чемпионата европы средняя читал я интервью с александром венковым уже вот по итогам первых дней сказал что хорошее проживание хороший разминочный зал хороший соревновательный зал ну такие мелочи конечно неприятные смотри что произошло вес штанги был 160 сейчас опять вернули обратно 158 да вот интересно мартин разван с такой легкостью поднял во втором подходе 156 и всего два килограмма прибавил ну какая-то своя тактика наверное довольно спорная довольно спорное и странное решение тренеров но возможно мы чего-то не знаем ну что ж посмотрим ну вот так вот да вот вам и ответ на всевозможные вопросы которые летали в воздухе и всего лишь 156 килограммов таков результат мартина чемпион европы прошлого года осталось таким образом у нас два спортсмена один из них наш дмитрий хомяков и его вторая попытка 159 килограммов поднимет и выйдет в лидера пока что четвертая позиция есть еще подход у андраника александр витков на ваших экранах держать держать дима есть фиксация взят у нас новый лидер и очень приятно что это дмитрий хомяков никто другой и еще одна попыточка осталось очень волнительно было первый старт на взрослых соревнованиях дмитрий хомяков 20 лет успел он уже стать чемпионом мира среди юношей в 2009 году чемпионом мира среди юниоров в 2012 был вторым на чемпионате мира среди юниоров в 2011 году проиграл только лишь альберту саяхову из россии которого мы кстати тоже увидим на этих соревнованиях будет выступать в следующей весовой категории до 85 килограммов но на помосте андрани карапетян будет пытаться взять лидерство в свои руки 60 небольшой даже им я увидел как мне показалось не совсем чисто но тут уже все будет зависеть от судьи два к одному да центральный судья как раз таки и не засчитал но в протокол фиксируется положительное положительный результат да была была игра в активных суставах ну что ж дмитрию нужно прибавлять один килограмм да он тяжелее смотрим мы на стартовые заявки для толчка все девять участников уложились в интервал от 175 до 180 килограммов то есть плотнейшие результаты хомяков заявил 180 карапетян 178 до первых попыток в толчке ну что ж дмитрий надо брать еще как надо держать ну что ж молодец да есть маленькое золотишко в первом упражнении в рывке 161 килограмм таков результат лидера наших сегодняшних соревнований наш дмитрий хомяков между прочим личный рекорд вот смотрю я результаты 155 на чемпионате мира среди юниоров в 2012 году он поднимал и больше больше не вижу я были попытки у него а здесь 161 так что растет причем на чемпионате мира он толкнул 187 килограммов третьего места которое там занял украинец константин селиванов еще раз напомню что возрастной атлет из луганска порвал 150 и толкнул 183 килограмма и показал 333 а лучшим в группе б стал теодорос яковидис из греции у которого было 155 плюс 187 причем шел на 157 и на 190 я думаю что яковидис здесь смотрелся бы тоже вполне нормально правда в числе аутсайдеров группы французы подгоняет жива не бордиса и правильно делают но по крайней мере результат получился Джованни был пятым в италии на прошлом чемпионате европы и там в первой же попытке смог толкнуть 190 правда добавить не удалось шел на 195 безуспешно 197 взял на грудь и даже толкал то есть выглядело это даже чуть-чуть получше чем 195 но все же распрямить руки не сумел и таким образом толчок не выполнил занял пятое место причем в рывке вообще был четвертым с результатом 163 килограмма мы его помним и показаний он тогда выступал в группе и занял девятое место в минске забаранил на чемпионате европы ну а на олимпийских играх появился один раз в пекине был 14 правда выступал в весе до 77 килограммов кшиштоф заварыч начал хорошо а вот дальше понесло его размениваться на мелочи ну поторопился торопился все надо продумать кстати точно так же поторопился наверное на олимпийских эмоциями специфическими олимпийскими на видео потом увидел как тренер сильно бил его по ушам но сам просто не может вспомнить этот момент во время соревнований то есть настолько был закрепощен видимо эмоционально что никуда не деться от специфических олимпийских ощущений то что сейчас вот кшиштоф заварыч переживает весь красный словно рак вареный это тоже элемент соревновательных страданий психологических но представляете что на олимпиаде насколько там тяжелее дела вышло время у кшиштофа нужно идти снова на те же 187 килограммов посмотрим что в итоге кшиштоф заварыч который с весом 185 справился покажет остановится ли он сейчас на предполагаемой сумме да завершает выступление кшиштоф зварыч 182 плюс 150 332 килограмма на данный момент это пятый результат в общем зварыч наверное должен быть недоволен этим чемпионатом европы он получился не самый представительный еще раз напомню здесь отсутствует олимпийский чемпион из польши адриан зелинский но кшиштоф зварыч здесь класс не показал то ли дело я наш бароной я наша бароная многие из нас помнят не только потому что он очень опытный на олимпиаде в пекине он 145 смог порвать во втором подходе тогда он весит до 77 килограммов выступал но получил тяжелую травму идя на вес 148 и уже не смог продолжить борьбу в толчке его уже не было из-за травмы пропустил полтора года следующим крупным соревнованием стал минский чемпионат европы где он кстати перешел уже в вес до 85 и смог порвать 153 толкнуть 190 как и сейчас молодец мужественный атлет из венгрии я наш баронай и сейчас его сумма 347 килограммов больше он показывал в анталии на чемпионате мира в минске тогда не дотянул показал 343 в анталии прибавил 7 килограмм но это же чемпионат мира и в итоге минске 7 место обменял на 15 наиболее успешным выступлением в последние годы стало посещение Казани где он остановился в шаге от пьедестала 201 килограмм смог вытолкнуть во втором упражнении ну а мы снова на Джованни Бардиса смотрим француз прибавил 5 килограммов к 185 вторая попытка поднимается с весом ну и ну и приседание толчок фиксация веса все нормально ой 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 тяжеловаты но все таки 190 килограммов это грасмейскерский результат для француза абсолютно точно и сумма красивая 350 и между прочим еще и подход в запасе собственно как как и у Янаша Барына который 194 сразу заказал посмотрим будет ли здесь игра и какая пока ждем Олега Хугаева он вроде как на 193 пойдет 195 заказал для первого выхода на помост бронзовый призер первого упражнения Габи Синкраян вслед за румыном уже все кто идут на 200 и более Цирикидзе стартовый вес 200 203 Марков и Апте Ухадов 205 в сумасшедшей форме Апте не знаю каким он будет в толчке в Казани например что-то было со спиной ее активно ему разминали разогревали мяли мышцы спины и действительно в толчке он проиграл в итоге как мы помним Алексею Ювкину хотя наверное проиграл и тактически в команде а у Хадова просто не верили что Алексей справится в последнем подходе с весом а вот представляете случилось это и стало уроком наверное для Апте тоже все же Ювкин 215 килограммов тогда толкнул на Апте как мы помним с трудом но 212 одолел Олег Хугаев начинает так же как в рывке и вот сейчас уже абсолютно точно что вундеркинт из Белоруссии вопреки моим каким-то страхам непонятно на чем основанным здесь борьбу за золото не ведет и вот он точно откалывается от тех кто может помешать Аптеу Хадову ну кто ему может помешать вот чисто визуально видно что с Апти сейчас никто не может тягаться хотя 3 килограмма ему уступает Марков вот 7 килограммов Синкраян но Синкраян далеко не толкач вот ну что Цирикидзе правда еще есть Цирикидзе даже может кого-то там испугать поборовшись за медаль во втором упражнении но все же он прилично отстал от Аптехи на 8 килограммов Олега Хугаева сейчас готовит к главному старту Виктор Шершуков более двух лет он уже работает с Хугаевым этого тренера отличает то что он очень тщательно все нюансы подготовки расписывает отлично понимает спортсменов и сам Хугаев говорил когда тренируешься умных специалистов любая нагрузка в удовольствие представляете в удовольствие вот научил его качественно восстанавливаться Виктор Шершуков ну вот как как титулованный белорусский тренер научит его сейчас поднять 193 килограмма ну впрочем поднять то мы поднимем толкнуть поглядим поглядим когда вес приближается к двум сотням килограмм нужно многое знать учитывать подготовки каждую мелочь ну и настрой тоже вот так вот поднял поднялся с весом и какой вздох на трибунах разочарование у нас второй атлет сейчас может забаранить вслед за Кареном Тавмазяном не удается во второй попытке с заявочным весом справится и Олегу Хугаеву знаете есть примета у нас Саяхов тоже дважды в первом правда упражнении вроде никакой связи но все же дважды подряд шел на 163 потом грамотно Венков сориентировался дал парню передохнуть пошли на 165 но там видно было что Саяхов справится с этим весом Олег Хугаев ну мне кажется тоже можно сейчас немножечко поиграть пропустить вперед хотя бы Синкраяна Синкраяна пропустите вперед ребята и кстати на 195 еще и Барона идет ну перезаявите иначе белорус сейчас забаяни господи забаранит хотя может и забаянит забаянить это такое выражение специфическое профессиональный жорганизм среди журналистов что означает провести без подготовки прямое включение то есть когда ты находишься на каком-то мероприятии или только что оно завершилось ты с него вернулся пришел вошел в студию быстренько рассказал вот это называется баян такой вот в свободном полете как свободный художник поделился своими эмоциями будет ли баянить с хорошим настроением Олег Хугаев мы узнаем прямо сейчас норматив мастера спорта выполнил в 14 лет кстати в Беларусь приехал в 16 и там уже после победы в Эйлате где он выиграл вместе с Альбертом Саяхова только Саяхов выиграл среди молодежи Олег Хугаев среди юниоров показав 360 килограммов это кстати пока его предел на международных соревнованиях 163 плюс 197 первое место и сейчас он дебютирует на столь крупных состязаниях как и Саяхов и как мы видим тоже борется с опасностью забаранить все-таки пошел в третьем подходе на тот же вес и мы констатируем что у нас уже два атлета из группы А не ведут борьбу и Грек победитель группы Б с весом 342 килограмма уже как минимум восьмой вот так вот очень жаль что белорус Олег Хугаев представитель Гродно проиграл борьбу с самим собой очень жаль что в белорусской команде не пошли на перезаявку 194 Бордис выйдет на первое место предварительное и если на Франции ведется трансляция то можно после если будет этот подход успешным после этого закруглиться уйти на рекламу на хороший фильм благо и во Франции уже более 9 вечера можно что-то такое фривольное француз на первом месте это будет недолго но это точно будет если он сейчас толкнет 194 пять человек еще вообще не выходили на помост ну остается бордис на первом месте но абсолютно точно что Януш Барриной сейчас его обойдет потому что у Януша Барриной будет 352 килограмма которые он установит если выполнить толчок штанги весом 195 Габриэль Габриэль Синкраян да поскольку у француза уже все закончилось 195 Барриной и Синкраян заказали но у Барриной это вторая попытка Синкраян только начинает и вот тот самый обаятельный мальчик румын человек на самом деле наверное обладающий редкими психологическими качествами цепкий как говорят про таких вроде бы невидный неказистый Вейлате кстати состязался с Саяховым но в итоге уступил прилично ему показав всего 342 килограмма мы его помним по прошлому чемпионату Европы в Анталии где он стал третьим и тогда сумма была 359 сейчас уже 361 килограмм у Габриэля Синкраяна тем самым он сразу отсекает всех своих возможных соперников давая понять что вот это вот попытка его первая это удар очень хороший по Баронаю и по тем кто будет бороться с Синкраяном в надежде может быть зацепить малую медаль или побороться за пятерку но впрочем Хугаев из этой борьбы выбыл а Альберт Саяхов еще не начинал мы же смотрим на второе появление перед публикой во втором упражнении мужественного Яноша Бароная получившего страшную травму Пекине пропустившему после этого полтора года и вернувшегося пусть не триумфально но очень даже неплохо на чемпионат Европы в Минске в Казани он был пятым на последнем евро в Анталии шестым кстати в Анталии дважды шел на сто девяносто шесть килограммов в толчке и дважды не преуспел ну вот повторяется ситуация что ли там тоже сто девяносто было в первой попытке год назад потом сто девяносто шесть и сто девяносто шесть сейчас вот сто девяносто пять так Янош Бароной выше шестого места не поднимется ну может пятый будет Янош Барный двукратный серебряный призер один раз чемпионата Европы среди молодежи в Бишсхофене в Австрии другой раз чемпионата мира среди юниоров двумя годами ранее в Минске причем в Минске он был рискнул выставить его рискнули на более тяжелый вес потом вернулся в 77 ну собственно говоря это было давно а Барону это уже было больше двадцати лет восемь четвертого года рождения этот венгр и поэтому пусть вас не удивляет что еще в начале двухтысячных он состязался когда например Олег Хугаев только делал первые шаги в Северной Осетии он начал заниматься тяжелоатлетикой в восемь лет ну Хугаев представитель Белоруссии сейчас и он завершил свои выступления из-за того что забаранил не справился со стартовым весом к большому сожалению во втором упражнении нас больше конечно интересует Абтьяв Хадов но очень интересно что еще покажет и Альберт Саяхов второй российский атлет чего-то я сегодня совсем про Албанию вам не рассказывал но про Албанию еще вот встретил интересный заголовок в интернете Албания страна не затоптанная туристами хотя от себя добавлю что мусор на улицах городов албанских убирается редко и эти груды мусора привлекают стаи диких собак но это если вы захотите познать Албанию не витринную ой какой молодец барон в противном случае вам сюда здесь все очень неплохо организовано нормальное совершенно очень хорошее даже пожалуй на твердую четверочку условия подготовки хорошее с моей точки зрения журналиста уровень сопровождения трансляционный ну не работает онлайн но и бог с ним в конце концов это та особенность которая позволит нам вспомнить чемпионат Европы в Албании вспомнить что-то кроме чисто спортивной составляющей ну а я наш барон к большому для себя сожалению повторяет то же самое что он показал и год назад в Анталии там он дважды шел на сто девяносто шесть в толчке здесь дважды на сто девяносто пять в итоге не преуспел а вот уже и Саяхов Саяхов молодчина тоже еще один цепкий парень как и синхроян ну а то что с ним случилось в первом упражнении это не страшно не забывайте что Саяхов в Эйлате показал триста семьдесят килограммов и между прочим у него было сто семьдесят плюс двести так что здесь вот эти сто девяносто семь это нормально лучшим результатом спортсмена из Башкирии на международном уровне являются вот эти триста семьдесят килограммов а вот на внутрироссийских состязаниях ему покорились триста семьдесят пять Раули Цирикидзе собирался с двухсот пошел в поход со ста девяносто восьми действующий чемпион Европы хитрый парень сто девяносто восьми у него было первом подходе год назад в Анталии там двухсот хватило для второго места во втором упражнении здесь как мы видим со ста девяносто восьми приходится начинать и держа в уме такого Аптия Ухадова понятно что бороться с ним за золото сложно еще интересно что покажет Марков но пожалуй ставим Маркова во вторую позицию Цирикидзе мы поставим на третье воображаемое место по степени опасности ну я думаю что темные лошадки следует записать Альберта Саяхова Рауль Цирикидзе год назад во втором упражнении показал такой ход сто девяносто три сто девяносто шесть двести победная сумма триста шестьдесят пять на последнем чемпионате мира в Париже он занял шестнадцатое место выступал в группе Б и его сумма составила триста пятьдесят два килограмма на Олимпиаде в Лондоне штурмовал двести два в последнем подходе но безуспешно в итоге олимпийская сумма триста шестьдесят два килограмма Габи сейчас выйдет на первое место если сможет толкнуть двести один ну вот появился человек который перешел психологический рубеж Саяхов заказал двести два Цирикидзе заказал сразу двести пять прибавив семь килограммов с двухсот трех начнет борьбу марков может быть характер у него его сами видели какой может быть перезаявит Аптия Ухадов заявил двести пять хотя как бы не двести пятнадцать было в итоге почему нет хочется рекордов кстати о мировых рекордах понятно что не будет здесь наверное двухсот девятнадцати а именно этот результат позволит переписать высшее достижение которое является секундочку старейшим рекордом мира в мужской тяжелой атлетике юнжань китаец в рамат гане в израиле двадцать пятого апреля девяносто восьмого года смог показать двести восемнадцать килограммов ну вот что покажет Аптия Ухадов у альберта саяхова вот синкраян села там чуть вдали нам показывает саяхова разминает ему не только спину но и плечи ноги сейчас наш тяжелоатлет или как говорят англоязычные коллеги лифтер взбодрившись и помолясь выйдет к штанге весом двести два килограмма у альберта это второй подход второй готовит альберта саяхова заслуженный тренер России Владимир Геннадьевич Вагин воспитанник с Дюшур 26 города Уфы держать есть а вот теперь все хорошо а вот теперь мы с вами еще и на сумму посмотрим какая красивая 367 килограммов так давайте прикидывать двести два ну неизвестно что покажет Цирикидзе Синкраян тоже идет на двести два он кстати саяхова то полегче а если будет двести два то будет у него уже триста шестьдесят восемь он обойдет альберта в общем сейчас тут совершенно ничего не понятно на данный момент 367 саяхов 361 синкраян будет 368 или не будет это зависит от того как румын справится сейчас с весом который только что вытолкнул на прямые руки альберт саяхов габи синкраян четвертый в эйлате там где саяхов был первым в анталии бронзовый призер в прошлом чемпионате европы взрослом а саяхов дебютирует на взрослых крупных соревнованиях у синкраяна еще два четвертых места один на молодежном первенстве мира другой на молодежном юниорском первенстве в палермо и все не выдержал румын борьбы и мы поздравляем альберта саяхова с тем что он имеет очень хорошие шансы на медаль какую посмотрим это зависит от рауля цирикидзе от маркова тоже зависит но кто знает марков напомню в первом упражнении только один подход сделал результативным 170 не получилось 170 вышел получилось 173 не вышло вот и все кстати у саухадова был такой шаг 166 171 а затем почему-то 173 хотя запасик приличный но мало ли еще сглазим в общем не будем ничего больше про аптеаухадова не забывайте что одну попытку использовал пока раули цирикидзе и вот наверное в этом главная опасность для всех для нас ну а тем временем болгарин иван марков первым же выстрелом убьет всех зайцев пошел на 205 килограммов как и аптеаухадов который не перезаявлял но посмотрим марков все равно бы раньше вышел потому что у него более ранний номер шестой против седьмого в стартовом протоколе хорошо на грудь принял руки перетхнули и толчок нет толчок не получился не доработал правой рукой да и вообще как-то подсел под штангу подстроился неловко да любопытно два человека напомню у нас получили нулевую оценку это Карентов Масян из Нидерландов который ни на что не претендовал и Олег Хугаев который претендовал непонятно на что но все же выглядел темной лошадкой осталось только 8 человек в группе а один из них последним из всех участников выходит на помост спокойный спокойный что-то сказал Винков в последний момент после Аниканова что-то сказал Винков Аптьяу Хадов Раша чеченский атлет который корит себя за серебро игр но я напомню что все-таки он показал значительный рост результатов шутка ли в Париже у Аптьяу Хадова было 370 килограммов а в Лондоне он выдал 385 что будет здесь сказать сложно но прямо сейчас может быть 278 ох какой молодец с ума сойти нет правда а может правда ну на 215 замахнуться чтобы хотя бы пощекотать мировой рекорд показать что мы здесь мы помним мы знаем как хорошо готова Аптьяу Хадов к чемпионату Европы вот это да так уверенно никто здесь вообще не выполнял свои попытки в толчке а между прочим веса то были другие ну Маркова не считаем там вообще ничего не вышло ну в общем то заявка на золото великолепная Цирикидзе как раненый волк идет сейчас на 370 ведь он борется вообще за медаль как можно повыше чтобы быть чисто теоретически я думаю если бы он знал что серебро у него в кармане он бы к этим 205 добавил добавил еще 8 килограммов чтобы хотя бы на временном перепрыгнуть даже Аптьяу Хадова грузинский атлет очень опытный и он просто так 7 килограммов бы не добавлял поэтому видимо на 205 он тоже готов ну ух какой сильный какие сильные ноги вы видели какие сильные ноги как он поднялся ну и руки тоже и естественно спина без спины во втором упражнении никуда да любопытно если представить на секунду то что серебро он себе обеспечил то скажу я вам он пойдет и на 378 но вы знаете ведь он цирикидзе легче Ахадова и он может заявить 213 ну по крайней мере попробовать удержать у себя серебро ну тут еще Иван Марков который хочет вернуть себе второе место которое у него между прочим и было после первого упражнения у Маркова 170 у Ахадова 173 у цирикидзе то он выиграл тогда пять килограммов а вот сейчас второй раз выходит на вес 205 в рывке то же самое вторая попытка была успешной да все же болгарин готов неплохо и я думаю цирикидзе сейчас сосредоточиться на борьбе за серебро а вклиниться в эту болгаро-грузинскую схватку просто обязан Альберт Саяхов студент Башкирского института физической культуры показал 367 килограммов после того как во втором подходе справился с весом 202 да цель Саяхова бронза ну что ж синица в руке это тоже неплохо ну как встал я думал она сейчас покатится нет встал ну вообще дрожат руки локти ну не верится просто даже даже в попытку так все в порядке там с коленом с левым приселом на него не удалось к большому сожалению после фиксации веса начал полуприсед не удался толчок совсем ну вот фиксация смотрите что будет дальше да вообще ничего даже и полуприседа не было как таково просто опустил штангу да альберт саяхов остановился на весе 367 килограммов у него 202 это и во втором упражнении увы не медаль боевое крещение получил молодой спортсмен из башкортостана вот из претендентов на медали осталось только трое марков а ухадов и цирикидзе но марков и цирикидзе могут сейчас сосредоточиться на серебре им просто нужно подсказать им нужно помочь им нужно помочь определить ориентиры в жизни и вот этот мужчина из чеченской республики сейчас им поможет он сразу подскажет болгарскому и грузинскому товарищу что не следует рвать жилы и фиксировать меньшую с сумму пытаясь спорить с ним апте ухадов сейчас я абсолютно в этом уверен отсечет всех ну если получится и сделает на 99 процентов золотую медаль для россии апте молодец 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 и кричат ему стоять да там все в порядке 383 килограмма ой какой хороший результат на чемпионате европы какой чудный результат да может быть ухадов у юфкина не хватает как 2011 году во борьба была сумасшедшая ведь было же и неожиданное поражение апте я думаю апте как раз-то вспоминать это дело не хочет тогда а ухадов как мы помним в казани 385 сумме показал но этого не хватило здесь же все же сделаем скидку на то что соперники в конце концов отстали сосредоточились на борьбе с друг с другом 215 марков заявил плюс 10 килограммов 215 очень интересно что именно столько это кстати на два килограмма больше чем у апте будет в сумме ну заявил и заявил а ухадов и цирикидзе на 211 пошли а ухадов перезаявил на 212 цирикидзе 211 сейчас будет 376 он просто тяжелее маркова что нужно было сделать нужно было попытаться совершить чудо грузинский атлет этого не сделал но он завоевал бронзу и прибавил ее к своему золоту в прошлом году я напомню в отсутствие всех наших показал бронзовый третий результат грузинский тяжелоатлет и этот результат был не очень высоким но цирикидзе стал таки чемпионом европы это высший титул в его карьере и мы за него порадуемся только иван марков у нас остался да который может ну чисто теоретически почему нет да почему бы нет да я говорил о том что цирикидзе выиграл евро в отсутствие наших результат невысокий результат еще раз напомню 165 плюс 210 сами понимаете это 365 килограммов давайте посмотрим кто у нас был бы цирикидзе с этим результатом в этом году Рауль все же улучшил на пять килограммов свою сумму но если бы было 365 он бы он бы занял пятое место видите насколько вроде бы первый после олимпийский чемпионат европы вроде бы не все сильнейшие но вы видите насколько выше уровень уже на 18 килограммов больше у лидера и то может быть это не конечный результат смотрим сотворит ли чудо Иван Марков право слово чудо и если сотворит может стать чемпионом Европы вот это будет страшный удар по всем нам ну и будем аплодировать Маркову отчаянный парень вот дает я думал сейчас поднимется но наверное штанга ушла немножечко вперед а шаг который нужно было сделать сохраняя устойчивое положение сохраняя устойчивое положение рук чуть полуприсев шаг нужно было сделать левой ногой он оказался не способен на этот шаг сейчас мы все увидим ну пускай пока сбоку здесь тяжело но нормально принятие штанги на грудь фиксация веса а вот теперь смотрите приседания вот пошла вперед штанга и корпус остался сзади нет той самой единой линии которые кстати не получилось и у аптео хадова на олимпиаде как то вытягивает руки и двигать ноги то нужно одновременно в общем с золотом тебя россия очередным каждый вес где выступает отечественные спортсмены приносит нам золото вы просто посмотрите что творится после того как выиграла шаинова вес до 63 женщины шаинова золото до 77 дмитрий хомяков мужчины золото далее до 69 оксана сливенко пусть с нервами но золото ну и апте фантастический аптео хадов которому только что даже небольшой вызов бросил болгарин показав что можно сражаться с весом 215 а у хадов отвечает точно так же как вот этот воображаемый удар очень похожий на прием из рукопашного боя прямым кулаком без защиты сделав полшага назад удар в солнечное сплетение он был нанесен уже после удара тяжелоатлетического удара штангиста вот этот удар собственная своеобразная техника которая срабатывает только при потрясающей форме я вам скажу атлеты с чечни просто лучше сейчас в мире по-моему абсолютно лучше айда аптео хадов 215 и наверное можно было бы больше сумма бешеная 388 килограммов кстати я не назвал рекордную сумму рекорд мира принадлежит Андрею Рыбакову рекордсмену в рывке у него в сумме 394 серии мы поэтому всё